В Черкесске состоялась традиционная весенняя ярмарка. Она организована Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством промышленности, энергетики и транспорта республики по поручению главы Карачева Черкесии в целях обеспечения жителей качественной продукции по ценам, не жирыночных напрямую от производителей, а также для создания условий сельхозпроизводителям республики и по реализации и повышению конкурентоспособности. Алла Качева с подробностями. Впервые сельскохозяйственная весенняя ярмарка проходит на территории торгового центра «Лента». Свою продукцию представили 120 сельхозтоваропроизводителей Северного Кавказа. И причем по ценам нижирыночных на 15-20%. Ведь для многих ярмарка – это место, где с выгодой можно закупить сельскохозяйственную продукцию, для других же наоборот – продать излишки с личного подсобного хозяйства. Поехали к вам в черкесную ярмарку и всегда рады, приезжаем каждые полгода, каждую ярмарку. Всегда хорошая торговля и доброжелательные люди. Спасибо, что проводите. А вы откуда приехали? Кисловодск. Ага. И что у вас в ассортименте? В ассортименте рыба свежая, копченая, вяленая и мясная продукция тоже копченая, вяленая. В целом, ассортимент ярмарки был невероятно широк. Напрямую от производителей на ярмарку привезли мясную и молочную продукцию, овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия. Также здесь можно было купить мед, рыбу, промышленные товары, сельскохозяйственный инвентарь. Разнообразными были ряды с посадочными материалами – семена, цветы, ягодные и декоративные культуры, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Устраивает, всё устраивает. Цены очень дешёвые. Молочная продукция и не только представлена на ярмарке инициативной группой «За наших». Сегодня у нас молочные продукты, хычины, как всегда, и сладости, тоже приготовленные дома руками наших активисток. Марина рассказывает, что все вырученные средства будут направлены в помощь военнослужащим в зоне СВО. Министр сельского хозяйства Карачева-Черкесия Анзурбаташев и исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта республики Мурат Гапов лично осмотрели представленную на ярмарке продукцию. Они пообщались с товаропроизводителями и убедились, что все они соблюдают низкую ценовую политику. Министры поприветствовали и поблагодарили всех участников ярмарки от имени главы Карачева-Черкесии, по чьей инициативе и было проведено мероприятие. А самые активные участники были отмечены благодарственными письмами и грамотами. «Сегодня для вас открыты все двери на рынке России. Сегодня вы сможете заменить импортные товары с нашими товарами. У вас это получится. А наша задача – поддерживать вас с различными программами. Развивайтесь». Ярмарка сопровождалась выступлениями творческих коллективов республики, а также мастер-классами по выпечке и изготовлению сыра. Артисты подготовили яркую и по-настоящему праздничную программу для жителей республики, посетивших мероприятие. Как говорится, все остались довольны. «Очень приятная обстановка. Ярмарка шикарная. Продукты шикарные. Хорошие цены. Все нравится. Всего полно, всего достаточно. Хорошо». «А что вы приобрели? Не секрет. Я приобрела красную рыбу, приобрела зеленый чай, деревья. Очень нравится». Алла Качива, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. «Опийш�� рекомендуйте», пока « С нет ничего kalau немного бегло. Продолжение следует...